Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за июнь 2020 года. Традиционно сначала предлагаю рассмотреть акты судебной коллегии по экономическим спорам. Ну и, как видите, было два дела, которые были рассмотрены в июне. Первое дело было связано с вопросом об обязательности досудебного оспаривания действий налоговых органов. И судебная коллегия пришла к выводу о том, что не во всех случаях досудебное оспаривание является обязательным условием для обращения в суд. В данном случае судебная коллегия указала, что, например, требование о снятии ареста не требует обязательного обращения в вышестоящий налоговый орган с требованием о признании незаконным действий нежестоящего налогового органа. То есть, иначе говоря, можно сразу идти в суд. Ну, вообще следует заметить, что в данном случае такая позиция не новая. И ранее и высший арбитражный суд также указывал в постановлении номер 57, что есть случаи, когда не требуется обязательное досудебное оспаривание тех или иных действий налогового органа. Следующее дело, оно уже не в пользу налогоплательщика. Это дело САХА, нефтегаз, сбыт. Ну и в данном случае дело было связано с налоговыми последствиями по НДС при освежении резерва. В данном случае судебная коллегия указала, что при осуществлении операций по освежению резерва, по сути дела, происходят две операции, в которых лицо может выступать как налогоплательщиком, так и налоговым агентом. Ну, соответственно, лицам, которые осуществляют операции с государственным резервом, им, безусловно, необходимо принять во внимание данную позицию судебной коллегии. Следует заметить, что в июне было достаточно много интересных выводов, которые содержались в отказных определениях Верховного суда. Ну и начать хотелось бы с дела Real Estate Service. В данном деле рассматривался вопрос о том, необходимо ли лицу, которое выплачивает предпринимателю банкроту доход, удерживать НДФЛ. Здесь в этом деле компания считала, что ввиду особого статуса предпринимателя, а именно то, что он стал банкротом, ввиду определенного статуса его расчетного счета, удерживать НДФЛ организация не должна. И даже не может. Однако суды посчитали, что здесь каких-либо особенностей не происходит. И при выплате дохода предпринимателю, который признан банкротом, организация должна была выступить в качестве налогового агента и удержать НДФЛ, и, соответственно, перечислить его в бюджет. Следующее дело – это, по сути дела, отголосок 2019 года. В данном случае речь идет о двух бизнес-центрах. В этих делах был сделан вывод о том, что недостоверная кадастровая стоимость не может использоваться в целях уплаты налога на имущество. Ну и, как я думаю, многие понимают, речь идет о позиции, которая была сформирована в деле ЮМАКС в 2019 году. Я достаточно подробно об этом деле говорил. Ну, собственно говоря, после этого дела и начались активно рассматриваться в судах Московского округа дела, связанные с пересмотром налоговых обязательств по налогу на имущество в связи с недостоверной кадастровой стоимостью. Следующее интересное дело – это дело «Челяб-металлконструкция». В данном деле, в общем-то, рассматривалась стандартная ситуация, когда налогоплательщик приобрел товар через группу посредников. Ну и было признано, что та организация, точнее, которая фигурировала в документах по поставке товаров, она не могла поставить соответствующий товар. Однако в этом деле было установлено, что, во-первых, товар реальный, и также были установлены реальные поставщики товар. И в этой связи суд первой инстанции посчитал возможным учесть НДС по соответствующему товару, по которому были установлены реальные поставщики. При этом здесь также интересно и то, что апелляционная инстанция поддержала такую позицию первой инстанции. Вместе с тем суд касационной инстанции принял иную стандартную позицию, которая ранее была отражена в разъяснениях высшего арбитражного суда в постановлении номер 57. А именно то, что применительно к НДС вычеты не могут определяться в случае ненадлежащего оформления счетов фактур, в случае, соответственно, формальности поставщика, вычеты по НДС не могут определяться расчетным методом. И, собственно говоря, эту же позицию поддержала и судья Верховного суда. Вместе с тем все-таки остаются надежды, что эта позиция в какой-то среднесрочной перспективе изменится. И основанием для этого служит, например, позиция Конституционного суда, которая была выражена в деле «Газпромнефти» в 2020 году, в июне. И в постановлении по делу «Газпромнефти» Конституционный суд указал, что вычет по НДС является важным элементом, который, по сути дела, обеспечивает природу НДС. И вот этот вывод, на мой взгляд, может лечь в основу для пересмотра ранее сформированной позиции о том, что НДС, точнее, вычеты по НДС не могут определяться расчетным способом. Постановление Конституционного суда по делу «Газпромнефти» я достаточно подробно рассматривал в выпуске налоговых новостей за июль 2020 года. Поэтому, кому интересно, могут посмотреть и послушать этот анализ. Ну, в целом, в любом случае, налогоплательщикам следует принять во внимание современные подходы Верховного суда по разрешению соответствующих налоговых споров. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.